Привет! Взглянем на DUNA Zen. Это проводные вакуумные динамические наушники с отличным звуком. Дорогая, хоть и не топовая модель от DUNA. Стильный дизайн, качественная сборка, отличный кабель в комплекте со сменными штекерами и реально интересный звук. С другими интересными проводными наушниками подешевле и подороже вы сможете ознакомиться в нашем рейтинге по ссылочке в описании. По комплекту. Твердый кейс на молнии, внутри есть карман для аксессуаров. Мягкий чехол с двумя отсеками. В него можно укладывать наушники по отдельности, чтобы металлические корпусы не царапались друг от друга. Сменные штекеры встретишь не часто. Вот крепление. Есть три основных типа коннекторов. О них будет чуть дальше отдельно, как о наушниках и о проводе. Переходник с 3,5 на 6,3 мм. Комплект амбушюров. Пены я уже надел и их только один вариант. А силиконовых три типа. Всего 9 пар. Серые плотные, округло-выпуклые формы. Черные ощутимо мягче. Форма более треугольная. И белые нечто среднее и по форме, и по жесткости. Еще есть инструмент для чистки с щеточкой и петлей. Штука полезная. Переходник для самолета. Штука бесполезная. Я, по-моему, еще не использовал ни в одной модели. Кто их вообще использует? Поделитесь в комментах, пожалуйста. Клипса для крепления провода на одежду. Удобно и выглядит прочной. Остались бумажки и салфетка. Она пригодится, чтобы протирать наушники от отпечатков пальцев. Подробнее о проводе. Комплектный провод у Дуну Зен качественный и интересный. Крепление стандартное MMCX с фирменным укреплением. Но снимаются наушники легко. Нужно только аккуратно потянуть в сторону. Но снять с кабеля тут можно не только наушники, но и штекер. Модульная технология Дуну. В итоге получается внушительных размеров штекер. Но он легкий, а провод около него укреплен. Проблем быть не должно. Часть штекера на кабеле выглядит немного хлипкой. Но это явно специально. Не знаю, зачем, правда. На прочность не влияет. Тут есть выступ, а на съемной части соответствующая выемка. Вставляются легко до щелчка. Важно правильно соединить, чтобы не сломать. Для этого еще и снаружи есть визуальные ориентиры точки. Три самых популярных вида портативных штекеров. Это 3,5 мм миниджек. Он небалансный. Балансный 4,4 мм. Такие используются в технике Sony и у некоторых последователей. И 2,5 мм. Более распространенный балансный вариант. Сам кабель достаточно толстый. Уже аудиофильский вариант, так сказать. Он плетеный, а материал жил, осеребренная медь. Интересно смотрится черная часть на фоне серебристой. Провод достаточно мягкий, не тяжелый. Не склонен к запутыванию. Кстати, есть вот такая стяжка. Кому нужно снять. Есть заушины. Очень тонкие и мягкие. Но форму держат. Не мешают и не натирают. Длина стандартная. 2,5 метра. Микрофонного эффекта не заметил. Разделитель металлический. Такой же бегунок-регулятор. Передвигается довольно туго. Но это по началу. Да и сам кататься не будет. Вот разъемы MMCX в наушниках. Штекеры сделаны с ними в общей стилистике. Пометки правый и левый есть. И на проводе. Тут покрупнее. И на наушниках. Помельче. Но по наушникам можно и без пометок понять. Соединяются наушники с проводом легко. Как и штекер. О внешнем виде самих наушников. Корпусы DUNU ZEN полностью металлические. На внешней части можно увидеть большое, долговатое компенсационное отверстие. Ведь внутри 13-миллиметровый излучатель. Внутри на звуководе можно увидеть обычное маленькое компенсационное отверстие. Наружная часть сходится на небольшой угол. По всему корпусу легко остаются отпечатки пальцев. Но не страшно. Есть же салфеточка. Звуководы длинные. Посадка глубокая. Относительно большинства беспроводных затычек. На звуководах есть засечки для точной установки амбушюра. А сверху защитная металлическая сетка. Корпусы круглые, не особо анатомичной формы. Есть только небольшая ступенька на внутренней части. Шов между фейсплейтами и остальной частью корпуса быстро забивается мелкими частицами. Тут может прийти на помощь чистилка из комплекта. Мушники хорошо примагничиваются друг к другу. Недаром производитель делает акцент на мощном магнитном поле. Не знаю, насколько это сыграло роль в качестве звука, но такое смагничивание есть. По амбушюрам. В комплекте Дун Узен только один вариант пенных амбушюров. Это обычная практика, ведь прежде чем надеть амбушюр, нужно его смять. А уже внутри ушного канала он примет нужную форму. Пенки тут качественные, быстро расправляются. Почти не пачкаются, легко чистятся. Надежные прослужат долго. Для себя выбрал именно их, но рассмотрим и остальные варианты. Самые обычные белые, в среднем мягкости и формы. Есть три размера. Черные это мягкие, форма более треугольная. Отличия видны в сравнении. И серые, самые жесткие и закругленные формы. Если сравнивать все три вида, видно, что отличий между ними немало. Поэтому советую примерить все типы и выбрать, что подходит больше всего вам. Это напрямую влияет на комфорт и на звук. По комфорту, кстати. Максимально без перерыва я проводил в Дуну Зен около трех часов. Это было в домашних спокойных условиях. Дискомфорта за это время не было. На улице в транспорте тоже не заметил дополнительного неудобства. Заушины не оттирают. Провод не оттягивает. Амбушюры не нервируют. Посадка довольно глубокая. Тем, у кого это первые аудиофильские наушники, может быть поначалу некомфортной. Металлические корпусы могут захолодить зимой. Но это цена надежности. Единственный нюанс – корпусы не анатомичной формы и не совсем маленькие. Тем, у кого уши в целом и слуховой канал, в частности, меньше среднестатистических, наушники могут быть некомфортными. Длины проводов после разделения хватит, чтобы носить наушники удавкой. То есть надевать на шею, чтобы они никуда не делись. Звукоизоляция выше средней. В пенах получается почти как в кастомах. В силиконовых чуть похуже, в зависимости от плотности. В транспорте, в том числе метро, громкость особо выкручивать не надо. О главном, о качестве звучания. А звук у Dunu Zen хорош. Сбалансированный, мощный, достоверный. Хорошая реализация динамического излучателя. Мне кажется, в этой модели производители хотели добиться максимальной универсальности, чтобы подача подходила под любую музыку и понравилась всем. И у них это получилось. Но есть свои нюансы. Кстати, наушники были прогреты около 50 часов. Некоторые дополнительные детали звука есть в текстовой версии обзора. Так что, если вам интересно, переходите по ссылочке в описании на сайт. А сейчас коротко о частотке. Низкие частоты несколько акцентированы в средней части. Проработка очень хорошая. Бас мощный и достаточно быстрый для динамического излучателя. Упругий и ударный. Иногда его бывает немного. Где-то не хватает хлесткости. Средние, ровные и детальные. Голоса звучат натурально и подробно. С небольшим акцентом на нижних обертонах из-за подъема на низких частотах. Высокие акцентированные, детальные и натуральные. Яркие, но не кричащие. Хотя высокочастотным фобам может показаться многовато. Самый верх сглажен. Лишних сибирантов нет. По достоверности. Сцена среднего или немного большего размера для вакуумных наушников. Есть прорисовка в глубину. Образы разделяются хорошо. Расположены близко. По размеру средние, иногда больше. Разделение на слои хорошее, но не голографичное. В сцене не хватает воздуха. Она очень компактна, несмотря на хорошие размеры. Иногда есть ощущение зажатости, отчего образы получаются не такими натуральными, как могли бы быть. Детальность на отличном уровне. Наушники не погружают в море деталей, но все они слышны, если обратить внимание. Особенно живо звучат струнные в среднем и высоком диапазоне. Гитары, скрипки, частично виолончель. А вот контрабас часто басит. Что стоит иметь в виду? По музыкальным жанрам. Ношникам хорошо удаются любые жанры. Особенно хорошо электроника и металл. В первом случае баса достаточно, а то и многовато местами. Он упругий и мощный. А для металла гитары звучат очень сочно. Энергетики достаточно. Для самых быстрых жанров может не хватать агрессии. Но это нюансы. Конечно, музыка с живыми инструментами тоже звучит хорошо. Но небольшой недостаток воздуха чувствуется. В целом, Дуну Зен можно назвать универсальными наушниками. Которые пытаются горить всем, но при этом не имеют своих ярких черт. Нет вау-эффекта, нет какого-то явного характера. Подача плавная, хоть в ней и хватает энергии. В общем, Дзен как он есть. Не рафинированный, не откровенно скучный. Но и не цепляющий. Может быть, золотая середина выглядит именно так. Что по ценам? В России наушники стоят от 62 тысяч рублей. А в Украине у 19 600 гривен. По главным плюсам. Отличный звук. Сбалансированный, плавный, но энергичный. С хорошо прорисованной сценой. Плюс есть достоверность. Подача живая и насыщенная. Детальность отличная и ненавязчивая. Комфортная посадка. В наушниках можно провести 2-3 часа. Не натирают и не утобляют. Хороший комплект. Много амбушюров, все качественные. Хороший твердый футляр и удобный двойной мешочек. Сменные штекеры. Есть варианты под все популярные разъемы. 2.5, 3.5, 4.4 миллиметра. Надежная сборка и стильный дизайн. Металлические корпусы, универсальный черный цвет. Дизайн не скучный, но строгий и стильный. Все собрано точно, материалы качественные, наушники прослужат долго. Качественный кабель и стандартные разъемы MMCX. Кабель надежный и звук дает хороший. Но если захочется поэкспериментировать, его можно легко заменить, так как коннекторы стандартные. По главным минусам. Особенности звучания. Звук без изюминки и не дает вау-эффекта. Хороший по всем параметрам, но не уникальный. А тем, кто предпочитает максимально ровный звук, баса местами будет многовато. И марки корпуса. Это придирка, но может стать поводом не купить наушники для перфекционистов. Отпечатки пальцев остаются моментально. А шов быстро пачкается. По итогу, DUNA Zen получили оценку на нашем сайте 8,4 из 10, что является отличным показателем. Стоит ли DUNA Zen своих денег? Да, если вам близок динамический звук. В этой ценовой категории они смотрятся хорошо. Хотя есть варианты ощутимо дешевле, но не намного похуже. Но все-таки хуже. Вот такая модель. Подписывайтесь, ставьте лайк и пишите комменты. Спасибо за просмотр и пока.